Здравствуйте! Совсем недавно нам казалось, что зима будет бесконечно долгой. Мы готовились к продолжительным холодным месяцам и мечтали о солнечных деньках. Но все быстротечно. Весна уже стучится в наши окна. Она, конечно же, не сразу вступит в свои права, но даже пасмурная погода в последнее время уже не так навевает грусть. Тепло идет. Официально вступаем в весенне-летнюю пору и смотрим на мир новым взглядом. Когда мундир к лицу, внимательно изучаем стиль и модель новой формы работников органов внутренних дел и узнаем, насколько же она комфортна. Собаки-кошки – лучшие лекарства. Какие успехи приносит зоотерапия, от каких болезней нам помогут избавиться домашние питомцы. Все просто, стоит только начать. Доказываем на примерах и окружаем себя красивыми вещами. Мультфильм «Своими руками. Секреты волшебства» раскрывает житель Селидова Дмитрий Дубровский. Вы же женщина, потерпите, на что готов пойти слабый пол для идеальных бровей. Что нынче модно и почему это так важно. Честь мундира – красивое выражение, значение которого хорошо знают и понимают все, кто призван защищать и оберегать граждан и закон. Но сегодня речь не об этом. Сегодня мы поговорим о самом мундире – мундире правоохранителей. С течением времени он неоднократно менял свой внешний вид. И сегодня у нас есть возможность не только внимательно изучить стиль и модель новой формы работников органов внутренних дел, но и узнать, насколько она практична и комфортна. Особенно для девушек-офицеров. В сравнительно недалеком прошлом, немногим более ста лет назад, военная одежда была яркой и многоцветной. Мундиры всех оттенков радуги, блестящие пуговицы, пышные аксельбанты, цветные перевязи, сверкающие палеты, алые и белые штаны, высокие кивира с длинными разноцветными султанами, горящие на солнце медные керасы и шлемы. Шли годы, и мода менялась. Все чаще людей и служащих стали переодевать в камуфляж. В целях маскировки было создано великое множество его разновидностей. Расцветок сейчас очень много, разновидность очень большая. Есть предназначение для военных в разной расцветке, есть предназначение для охотников, рыбаков, они тоже идут в разной расцветке. Это расцветка дуба, березки, пикселя. Очень распространенная форма сейчас – это расцветка порошенко. Она выглядит крапленым, зелено-с бежевым оттенком. В городе появились военные, они приходили, нам заказывали эту расцветку, и мы начали для них их привозить. Рыбаки, охотники, путешественники, альпинисты и современные даггеры. География применения камуфляжа становится все шире, а людей, носящих эту форму ежедневно, в частности в нашем регионе, все больше. И не только военных. Совсем недавно в новом обличии перед гражданским населением предстали и правоохранители. Действительно, за историю я слышу от коллег, что за последнее, там, вообще очень длительное время получили действительно по два, по три комплекта в одни руки работники нашей полиции. Теплые куртки, комбинезоны, водолазки, несколько пар носков, кожаные высокие сапоги и даже термобелье. Конечно, такому обширному набору нельзя не радоваться. Как говорится, тепло и уютно. Конечно, непривычно, потому что обувь, ну, действительно, она, во-первых, она неудобная, как вот мне, например, она неудобная, но таких мозолей всего там этого нет. Вот, ходить можно. Термобелье, это, конечно, новинка как такая, вот, но тоже удобно, можно, то есть уже можно одеться, это, знаешь, что будет тепло. Это не просто как свое что-то можно одеть, это уже, то есть полностью комплектовано. Валерия Шульга работает в патрульной службе Селидовского городдела уже больше года. Носить ранее подобную форму ей не приходилось. Признается, как любой девушке, хотелось бы выглядеть более женственно, вне зависимости от выбранной профессии. Это не в юбочке, в туфлях, как хотелось бы, конечно, ну, удобно, в принципе, форма зимняя, получили вот недавно эту форму. Новая форма правоохранителей, служащих в зоне АТО, как говорится, создана по последнему песку моды. Однако уже через год с этим комплектом придется попрощаться. Форма та, которую мы сейчас носим, вот эта вся символика, она действительно до 31 декабря 2016 года. С 2017 года будет введена новая форма и все остальное. Что ж, мы во всем стремимся к европейским стандартам. Полицейские у нас уже есть. Осталось дождаться новой формы с новой надписью. Не приходилось ли вам замечать, что люди, которые постоянно находятся в контакте с животными, например, пастухи или кинологи, реже болеют? Существует даже такое понятие зоотерапия, то есть лечение с помощью животных. Оказывается, четвероногие прекрасно чувствуют состояние человека и стараются помочь, когда нам не здоровится. Насколько это правда, смотрите в нашем сюжете. О том, что животные лечат, было известно еще 10 тысяч лет назад до нашей эры. Древние вавилоняне, ассирийцы, египтяне, а чуть позже эллины и римляне уже сознательно занимались профилактикой болезней и заводили в домах животных, способных, по их мнению, спасать от любых недугов. А вот героиня нашего сюжета Наталья совершенно не задумывалась о том, чтобы завести в доме персонального лекаря. Кошки у нее просто для удовольствия. Еще лет 10 назад нам случайно подарили котенка. Вообще мы даже не думали, не гадали персидскую девочку маленькую. И вот до сих пор, по сей день она у нас живет. И потом мы еще себе приобрели кошечку, потому что очень-очень любим мы котов. Сейчас трое. Ну, уже, конечно, больше не надо, но в самый раз. Я не могу сказать, что нам они хлопот много доставляют. Нет. Наоборот, они всегда приходишь, они радуются тому, что ты пришел домой. Домашних любимец Натальи редко встретишь всех вместе. В основном кошки предпочитают находиться на своих излюбленных местах в разных комнатах. К примеру, вот эта красотка по кличке Кассандра в жизни не потерпит, чтобы хозяйка уделяла больше внимания остальным. Характеры у них у всех разные. Вот, у кошки Сфинкс, она такая властная у нас. Она вот, у нее такой собачий характер. Она хозяйка в доме. Вот, у шотландской, у персидской более, конечно, они поспокойнее такие девочки у нас. Бывает, конечно, у них и стычки, когда кормим отдельно все три мисочки, всем стоим отдельно, потому что за мясом могут. В целом же четверолапые подружки Натальи живут мирно. Забавляют хозяйку шалостями, дарят море позитива и иногда таки помогают поправить здоровье. Были случаи, когда вот у мамы мои давление, она постоянно мучается с ним. И когда самый такой пик у нее, неделя была, постоянно повышенное давление, кошка легла на подушку с ней и спала вот так вот с ней всю ночь. Может, тем самым она пыталась ей как-то помочь. Ну и, конечно, мне кажется, больше они отвлекают меня, вот если какие-то там проблемы какие-то, я все равно прихожу домой, занимаюсь ими, там туда-сюда, и как-то вот они меня отвлекают. А вот наша следующая героиня Елена по профессии ветеринар. Девушка призналась, что без животных не может прожить ни дня. На работе лечат чужих питомцев, но и дома не остается одна. Есть животные тоже, и много собак, и много кошек у меня дома. И на самом деле они чувствуют, когда я особенно прихожу уставшая или без настроения, то даже они рядом лежат, и мне уже как-то легче. Быть ветеринаром – задача не из простых. Согласитесь, не так-то и легко помочь кошке или собаке. Они ведь не могут сказать, что болит. А вот помочь любимому хозяину всегда готовы. Еще началось это с 20 века, началось это с мальчика, больным аутизмом. Попробовали ему, как друга, дать собачку. И вот эта собака – лекарь, то есть до такой степени они сдружились к мальчику, и мальчик стал более раскованный. И дошло до того, что мальчик стал общаться не только со своей роднёй, но стал еще общаться со своими сверстниками. Ну, это вот такое, как из примеров. Плюс еще ко всему, есть такие примеры, когда люди больные или парализованные лежат, им, как же друзья, тоже дают кошек. Но кошки, по сути, имеют свойство перетягивать какую-то даже негативную энергетику на себя, плюс какие-то болезни. К слову, установлено множество фактов, как братья наши меньшие помогают людям. Хотя официального подтверждения суперспособностей четверолапых пока нет. Ежедневно общаясь с животными, Елена неоднократно замечала еще одну особенность. Замечала тот факт, когда приходят люди с больными животными, очень часто бывает, что кошки или собаки болеют теми болезнями, которыми болеют их нехозяева, то есть предохронические какие-то заболевания, либо там цирроз, либо почечная недостаточность. А вот всем, кто чувствует себя одиноким или невезучим, Елена дает такой совет. Люди, не проходите мимо брошенных животных, да? Можете попробовать терапию на себе просто. Вот и все. А сейчас мы расскажем, как сделать в домашних условиях мультфильм. Согласитесь, мультики всегда были для нас чем-то сказочным, нереальным. Таили в себе немало секретов и еще больше волшебства. Но с развитием компьютерной техники и цифрового фото стало реально сделать их самому. Итак, тема сюжета – мультфильм своими руками. Вернее, руками журналиста из Селидова Дмитрия Дубровского. Селидова Дмитрия Дубровского. Вот до чего техника дошла. Теперь мультфильмы можно не только смотреть, но и самому принимать в них участие. Что, собственно, и сделал маленький сынишка Дмитрия Дубровского. Сам же создатель мультистории признается – это его первый фильм. Это как раз тот мультик, снятый на телефон. Два мегапикселя камера у него всего лишь. Ну, это было… Я хотел просто узнать механизм, как это работает. Как лепить, как двигать фигурку, чтобы она потом все в целом… Это было более-менее движение. Конечно, поэтому движение там, вот, видно, все отрывчатые. Оказывается, нужно… Я потом понял, что очень важна фиксация камеры. По словам Дмитрия, все, что нужно для современного мультипликатора – это пластилин, хороший фотоаппарат и компьютер, и, конечно же, океан творческих идей. К слову, некоторые из них автор берет из жизни своих друзей и знакомых. Там звуки сталкера, как будто главный герой не играет. Это достает жену, она думает, как-то его надо от нее отвлечь, хотя бы пусть хоть что-то по дому сделает. Тут она им несет ведро с мусором, иди хоть вынеси. Ну, тут комическая ситуация в чем, что он возвращается, а жена сама играет. И уже заняла компьютер. Сейчас популярные игры, и даже взрослые мужики, имея семью, детей, вот не могут оторваться от игры какой-нибудь. Я тоже играю, но у меня прям до такого не доходит, до скандалов нет. У меня иногда, то есть. А есть, вот я хотел отобразить, как бы есть у меня друзья просто, у которых есть даже в семейные немножко проблемы намекались. Что, ну, скандалы на этом почве, что малейшее свободное время, мы друг раз в компьютере. Вы не поверите, но создание каждого ролика – дело хоть и увлекательное, но очень трудоемкое. Тут нельзя сказать точно, вот конкретно, вот столько-то нужно кадров. Нет, все зависит от того, насколько динамичен мультик. Если очень динамично, все быстро происходит, там, конечно, меньше кадров делается. Потому что потом они все в программе для монтажа, она сшивается, эти кадры подряд, да, и мы видим потом общую картинку. Вот если какое-то плавное движение, да, делает герой, там, ну, какой-нибудь, или даже механизм какой-нибудь, делает плавное движение, то понятно, что будет на каждое это движение больше кадров. А если резкое, да, то раз, два, три кадра, то есть уже меньше кадров. Все зависит от динамики. Дмитрий Дубровский по профессии корреспондент. Работает в Селидовской газете «Наша Заря». Все свободное время посвящает мультипликации. А несколько лет назад одно из своих творений посвятил истории родного города и попал в программу «Истоки» телекомпании «Орбита». Так можемо и тут залишитесь. А чого? Дичина летает. И рыба в рижце е. В 2011 год была Селидова 55 лет. На этот мультик ушло около 10 пачек пластилина, может даже больше. Конечно, сокращенный вариант. Хотелось там больше юмористических, таких интересных ситуаций. Ну, в итоге, вот в конце, да, он там шапку бросает, и как бы такой символизм получился, да, возникать в село. На самом деле, этому просто, потому что уже не хватало времени, надо как-то было сократить, я думал, чтобы быстрее. Вот получилось, в общем, получилось красиво и поэтично, но на самом деле задумывалось дольше сделать мультик. Дмитрий рассказал и нам, как создать пластилиновый мультфильм своими руками. Формирование образа. Бывает, вот как у меня есть мои простейшие мультики, да, вообще это кусок пластилина, так и была у меня идея, что зачем изгаляться, можно кусок пластилина, но если есть история, не важно, как он выглядит, главное, чтобы потом сменяется действие, да, и какие-нибудь, может, детали, допустим, кипчанские, все, вот уже эти почек на районе. Немного усилий, и вот что у нас получилось. Когда ролик готов, самое время подумать о его озвучке. А еще Дмитрий признался, что такая детская забава, как лепка из пластилина, самый лучший способ релаксации. Достаточно всего 10 минут подержать пластилин в руках, и все беды и негативное настроение снимает, как рукой. В своих программах мы довольно часто рассказываем о тех, кто может творить чудеса своими руками, и сегодняшний выпуск не исключение. А как же иначе, ведь скоро женский праздник. А что может быть лучше? Дополнение к основному подарку, сделанным для любимой самостоятельно. Ведь в нем будет не только тепло ваших рук, но и удивительная, неповторимая изысканность. Что ж, наша следующая героиня готова рассказать и показать, как это сделать. Смотрите и учитесь. В душе цветущая, солнечная, игривая весна. Именно так может сказать каждый, кто знаком с Галиной Сухановой. Ее творческим идеям нет предела, а желание дарить всем окружающим радость неистякаемо. А потому уже несколько лет подряд наша героиня создает красивые композиции из цветов, всевозможных бусинок и фигурок. Однажды в магазине я увидела деревце, и оно мне показалось настолько скучным. И я решила, не, я бы по-другому сделала. И сама без интернета, технику, сама придумала, сама. Я понимаю, что есть мастер-классы, но я без мастер-классов, я начала творить декоративные деревья. Многие называют их деревья счастья, я так не считаю, это мое личное мнение. Никакой духовной подоплеки в этом нет. Просто красивые интерьерные вещи, которые украшают наш быт, особенно фруктовые. В кухне создают женщинам приятные ощущения, зимой заходишь в мороз, а у тебя в кухне тепло. Материалы для создания этой красоты самые разнообразные. Мне, наверное, проще сказать, что я не использую, чем что я использую. Я совмещаю несовместимое, которое, казалось бы, невозможно совместить, но у меня оно совмещается. Тут и ткань разнообразная, тут и ленты, атлас разнообразный, парча. Тут идет и фурнитура разнообразная, декоративные элементы – это брошки. Тут идут разнообразие бус и керамика, и стекло, и хрусталь, имитация Сваровски. Тут идет и металлический декор, тут идет деревянный декор, тут идет натуральный декор, тут идут бусы, бисер. Все, что только угодно. Сюда идет все. Ни одна работа Галины не повторяется. Вот стоит крошечный аквариум с рыбками, а здесь маленькое птичье гнездышко, спрятанное в цветах. А вот тут кто-то на минутку оставил совсем крошечный велосипед под забавным деревцем в кофейной чашке. Каждая композиция – это маленькая сказочная история любви к жизни и всему миру. К слову, мастерица создает свои шедевры по ночам. В основном я работаю ночью. Днем у меня творческая семья, дом, заботы, хлопоты семейные. И отрываться от кастрюлек и бежать что-то творить – это нереально. Поэтому я в основном все делаю ночью. Когда муж спит, кастрюльки отдыхают, кушают наготовлено, я работаю. Пока руки творят очередное чудо, в мыслях нашей творческой натуры уже родился новый стих. Твое настроение, твой стиль и уют, эмоции лишь яркие краски. Работы мои тебя с радостью ждут, подарят кусочек душевного счастья. Они еще помнят тепло моих рук. Из сердца нежнейшее пение, фантазии ветер, мелодии звук. И как приходило мое вдохновение. Оно из души, из сердца пришло, согретое миром от Бога. Все будто вокруг невзначай расцвело, хотя за окном непогода. А еще ближе к лету мастерица создает вот такие красивые авторские сумочки. Каждую минуту дарить радость и любовь всем, кто рядом. Благодарить Бога за новый день и солнышко за окном. Вот она какая, наша героиня. В преддвериях весенних праздников мне бы хотелось поздравить дорогих наших мам, уважительных, почтительных бабушек. Хотелось бы поздравить всех девушек, всех девочек, юных, милых, красивых. Весна нам придает особый шарм ихней улыбке, ихней походке, ихней одежде. И хотелось бы пожелать, чтобы никогда не унывали, чтобы бодрость Дуков всегда пребывала. Какие бы ни были вокруг нас неприятности, вот этот стержень радости, что ты жив, что ты здоров, всегда пребывал и отражался в лице. Вы с завистью смотрите на идеальную форму бровей Анжелина Джоли и Скарлетт Йоханссон, а свои не вызывают такого восторга? Не беда, наш следующий сюжет не только научит вас, как справиться с этой проблемой, но и расскажет немало интересного о такой важной для каждой женщины части лица. Мы уже подготовили подробную инструкцию и приглашаем в увлекательное путешествие в историю бровей. И, между прочим, этот сюжет будет полезен для женщин, но и интересен для мужчин. Царь Иоанн Грозный прав. Глаза, губы и, конечно, брови – главное оружие женщины. В разное время эта часть лица преподносилась дамами по-разному, в зависимости от моды. Так, в Древнем Египте женщины удивляли дугообразными бровями, удлиненными и затемненными порошками на минеральной основе. В Греции и в Риме высоко ценилась монобровь, как признак высокого интеллекта и творческих людей. В Древнем Риме использовали фальшивые брови, сделанные из волос животных. Для фиксации растительности на лице использовали древесную смолу. А вот в 15 веке модно было полное отсутствие бровей. Это говорило о том, что дама – аристократка. Введение этого обычая связывают с именем Изабеллы Баварской. Красивыми считались бледный цвет лица, стройная лебединая шея и высокий чистый лоб. Для удлинения овала лица дамы выбривали волосы над лбом и полностью выщипывали брови. Стоит упомянуть также о том, как делать не нужно. Ведь использование давно изживших себя направлений сделает образ минимум неактуальным, а зачастую просто нелепым и комичным. Во главе списка – брови и ниточки, которые до сих пор по душе нашим мамам. Сегодня вряд ли стоит неотступно следовать советам Верочки из служебного романа. «Колоссальное значение сейчас приобретают брови. Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться». «Как с этим можно бороться?» «Но надо выщипывать, прореживать. Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая». Форма бровей менялась с течением времени. Когда-то в моде были тонкие ниточки, сейчас все с точностью наоборот. Итак, какие же брови актуальны в этом году? «Привилегии брови – кустистые, широкие, которые по максимуму отражают естественность девушки. То есть мода движется к тому, чтобы быть натуральными. Поэтому сейчас самая востребованная модель является Клара Доловинь. У нее очень широкие брови, и все девушки стараются соответствовать ей. Почему широкие брови – это модно? Потому что широкие брови дают девушкам, дают лицу молодость и свежесть. Также широкие брови скрывают острые черты лица». В эпоху натуральности заметный татуаж стал показателем отсутствия вкуса. Ведь столь яркое художество на лице не только не добавит вам изюминки, но и способно значительно состарить. «Пермаментный макияж совершенно не в моде уже. Он смотрится грубо, неестественно. Также очень много девушек, которые жалеют, что сделали пермаментный макияж, потому что со временем он становится серым, либо синим, либо красным». В тренде гель-краски, которые могут заменить перманентный макияж. «Инновационная краска, которая состоит только из натуральных компонентов в преимуществе. В ней содержится алоэ вера, органовое масло. Это гель-краска. Производитель обещает, что на коже будет держаться краска 7-10 дней, на волосках до 21 дня. Вот результат до, скоро будет результат после. Для того, чтобы достичь наиболее природного эффекта, мы будем использовать два цвета. Это шоколад и черный, в пропорции 3 к 1. Не менее популярным является био-татуаж бровей Хной. Это красиво, да еще и полезно. «Покраска бровей Хной, как бы это называется на данный момент, как био-татуаж. В чем преимущество? В первую очередь, безболезненность, безопасность и польза. Безболезненность, потому что не производится механическое вмешательство на кожу. Безопасность Хной является натуральным компонентом, поэтому она способствует росту волосков, укреплению. Процедура выполняется не менее часа, потому что для прокрашивания бровей Хной нужно их подготовить. Это нужно сделать скрабирование кожи и волосков бровей, обезжиривание, а потом уже нанесение самой Хной. При правильном уходе Хна продержится на ваших бровях более двух недель. А вот если брови совсем редкие и красить практически нечего, бровисты предлагают относительно новую процедуру, которая пришла к нам с запада. Наращивание бровей сможет решить вашу проблему, хотя и ненадолго. Недешевая такая процедура. Наращивают, это если девочки страдают, например, очень редкие бровки, и на какое-то там мероприятие нужно сделать красивую форму, то, конечно, да. Большой минус нарученных бровей в том, что к ним вообще нежелательно прикасаться, потому что в основном они клеятся не так на волоски, а как на кожу. Если там, например, где-то зацепили что-то, ну, они могут отпасть очень быстро, как бы недолговечная такая процедура. Если реснички мы носим около месяца, то бровки – это максимум 3-4 дня. Нужно ли уделять бровям больше внимания – решать вам. Но красота и гармония, не только внутренняя, но и внешняя, все же стоят некоторых усилий. Ну вот и все. Наша программа подошла к концу. Я искренне желаю вам всего самого доброго. И пусть эта весна будет для нас всех яркой, теплой, солнечной и наполненной счастливыми событиями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова